Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 декабря день Митрофана. Сегодня почитают Митрофана Воронежского. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, был женат, а вдове в 40 лет отправился в Золотниковскую пустыню и принимает там пострых. В 1682 году становится епископом воронежским. Митрофан заботился об укреплении православия, боролся с старобрядчеством, занимался созданием новых обителей. Будучи воронежским епископом, он оказывал поддержку Петру Первому в создании российского флота. По сегодняшнему дню судили о том, какая погода будет летом. В это время традиционно устраивали народные гуляния, пекли пироги, варили пиво. Сегодняшние посиделки сопровождались играми и забавами. Окончательно устанавливался санный путь по снегу. Чествовали в этот день Александра Невского, знаменитого полководца и русского князя. В течение всей своей жизни он не проиграл ни одного сражения. Сегодня устраивали особые гуляния, которые назывались канун. Девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за беседами и гаданиями. Сегодня плели лапти, обувь из бересты. Лапти носили летом. Старались плести больше лапти, поскольку береста быстро стиралась. Приметы. Если сегодня дует северный ветер, идет мокрый снег, то и 6 июня будет ветер и дождь. Если сегодня редкие облака, погода будет холодная, а небо ясным. Ясный и круторогий месяц предвещает зимнюю стужу. Если верхушки у лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх, зима будет мягкая. Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца. Это к морозам. Облака горят на закате к ясной погоде. Галина содержит все вещества, которые необходимы для сращивания костей. И она должна быть такая миленькая, как пудра, что никакого скрипа на зубах нет. Она сразу же идет в организм и направляется к тем местам, где перелом. И, кстати, знаете, ученые исследовали, что концентрация в костной мозоли, для того, чтобы быстрее сращивалась кость, начала образовываться костная мозоль. Концентрация кремния увеличивается в десятки раз. А где взять кремния? У нас в обычном питании его нет. Я уже сказал, мы используем болгарский перец. Но здесь кремния намного больше. То есть это сразу будет подросшим в лучший добавок. Если у вас нету пищевой глины, как можно поступать? Можно поступать следующим образом. Вы используете куриные яйца. Отварив их. У вас остается скорлупа. Скорлупу эту вы сушиваете на кофемолочке. Измельчаете. Добавляете туда сок лимона. Ну, допустим, на чайную ложечку добавили чайную ложечку сока лимона свежевыжатого. У вас произошла реакция. Добавляете еще пол чайной ложечки меда. И все это съедаете. И так поступаете два-три раза в день. То есть это тоже подкомка хорошая будет организма кальцием. Для того, чтобы все это быстренько срасталось. Что можно еще использовать для того, чтобы, знаете, усилить циркуляторные процессы в области травм, в области костей. Для того, чтобы быстрее питательные вещества подходили к этому участку и вызывали работу по его восстановлению. Магнитное поле. То есть вы берете магнит. Можно даже взять практически любой бытовой магнит. И вводите по этому месту, ну, в течение, допустим, 5-10 минут. Магнитное поле, проникая в нашу плоть, способствует тому, что активирует и заряжает все частицы. И не дает, знаете, вот, почему образуется отек или какой-то, знаете, там, гематома. Потому что частицы, потеряв заряд, они становятся малоподвижными. И начинает, вот, образовывать собственную полость, которая может, там, и загнить, и, ну, и долго заживать. Так вот, они будут заряжаться. И за счет этого быстрее, знаете, двигаться, рассасываться. То есть это хороший такой прием, помимо поглаживания, который будет способствовать проникновению, значит, внутрь нашей постной ткани, плоти. И вызывать более лучшее, значит, исцеление. Вот, что можно еще использовать? Вы знаете, можно использовать воду. Вода, простой такой прибор, который делает живую и мертвую воду. Что такое мертвая вода? Мертвая вода, это кислая вода. Вот видите, как она получается. Я как раз ее сделала там прибор. Значит, что с ее помощью можно делать? С ее помощью в контексте с переломами, ушибами, можно просто-напросто, если рана открыта, обрабатывать эту рану. Она кислая по своим свойствам и способствует быстрому заживлению ран. Препятствует развитию агноэробной инфекции, то есть, рана у нас будет, знаете, обеззараживаться. А после того, как мы обработали обеззараживающий мертвую воду, мы можем использовать живую воду. Живую воду, это вода, которая обладает щелочными свойствами. И именно эта вода способствует тому, что все процессы, значит, идут побыстрее, а рана заживает гораздо быстрее. То есть, можно и пить ее, можно, значит, делать примочки там. Хорошая штука. Также уже там опробовано в течение нескольких десятков лет. И зарекомендовала себя с очень хорошей, значит, стороны. Так вот, используем с вами блендер. Смешиваем проросшую пшеницу, как фактор роста. Даем сюда материал творог. Добавляем, чтобы этот творожок лучше усваивался, кремния биологически активные. Ну, например, болгарского перца. Кстати, можно пить и чаи с полевого хвоща, со спорыша. Там много кремния, которые делают наши сосуды эластичными. И, кстати, здесь еще такие витамины, есть ПП, которые укрепляют стенку капилляров. Она также повреждается во время ушиба, травмы и переломов. Все это надо быстренько восстановить. Откуда мы будем восстановление брать? Как раз вот с этих продуктов. Что касается болгарского перца, главное, чтобы это был болгарский перец. Не важно, желтого цвета, красного цвета или зеленого он будет. В данном случае главное, чтобы он был. Потому что нам надо отсюда взять элогически активный кремник. Вот. И добавляем мед там по вкусу. Тут все это, значит, мы смешиваем на блендере в яженке, там, кефире, в каком-то кисломолочном. У нас получается вкусный продукт, который способствует, значит, быстрому заживлению, сращиванию костей. Прекрасно работает кишечник и вообще тонус организма увеличивается. Все, применяйте все это в акциях, о котором я вам рассказал, и выздоровляйте. Доброго вам здоровья. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название «день Икадаши», первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют «кундалин». Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok